А спонсор этого ролика магазин игр Roxanne.ru Цены ниже чем в стиме, надежная поддержка и все в этом духе Рестарт рекомендует, ссылочка в описании Всем привет друзья, вы на канале Рестарт Вышедшая уже более месяца назад Цивилизация 6 потихоньку начинает зализывать ранки Нанесенные ей прессой и обычными игроками на релизе Ругать новое творение студии Фераксис и вправду было за что? Контентная бедность в сравнении с уже доработанной пятеркой По традиции криво работающий искусственный интеллект Не такое количество нововведений, какое хотелось бы видеть в части с новой цифрой в названии А также ряд интерфейсных и более мелких проблем Невидимых, так сказать, рядовому обывателю По-хорошему, большую часть недочетов смогли в игре найти лишь истинные фанаты серии Для всех остальных же все было просто чудесно За исключением, скажем, того, что Тедди Рузвельту постоянно хотелось завоевать ничем не примечательную по первости Астрахань Мы же, благополучно снова запустив Цивилизацию после осеннего патча, подумали А почему бы не рассказать вам, тем, кто еще вдруг не обзавелся практически единственной громкой новинкой в ряду пошаговых стратегий этого года Что же хорошего можно найти в шестой цивилизации И вообще стоит ли оно того, если за спиной в стим-библиотеке уже есть полный пак DLC к пятерке Естественно, первое, что стоит отметить, это новые механики Правда, начать хочется вовсе не с разрекламированной и озвученной, как в первых роликах, так и в самой игре с Шоном Бином Новой системы городов, а с религией В пятерке данный элемент появился лишь в DLC Здесь же она есть со старта, и, надо отдать должное, реализована крайне неплохо Помимо уже знакомых элементов, вроде вероисповедания, отдельно взятых городов С помощью чего циферки внутри игры могли порешить в какой-то момент свалить к соседу Коли у вас настроение в нации на нуле Теперь в ход активно вступают религиозные битвы Стоит вам реально начать топить за свою религию в мире Мы вот, например, как-то решили сделать таковой алкоголизм в России Будьте готовы, что скоро, без объявления войны, к вашим границам будут толпами прибегать миссионеры ислама Ну или другой доминирующей в мире веры Почему же это стало происходить активнее? Все просто Появилась религиозная победа, и искусственный интеллект будет рваться к ней наравне с запуском шаттлов в другие галактики Такая дополнительная активность оживляет мирные времена Когда вроде все сидят за стенами из танков, с амбарами, доверху забитыми термоядерными боеголовками А как-то свои интересы в мире распространять хочется Так что религия теперь стала по-настоящему полноценной механикой А неприятным довескам и, скорее, отсылкой к тому, что было раньше Ну а так и без нее прожить можно было Таковой теперь, можно сказать, стала археология Однако ее лучше не игнорировать Туризм нынче дает неплохой буст к культурному влиянию в мире А подстегнуть рост толп желающих посмотреть на вашу страну Можно как раз-таки открыв археологические музеи Театральные кварталы и так далее Правда, если в случае с художниками и музыкантами все осталось как раньше Просто нужно выбрать, куда он исчезает поместить свое великое творение То с археологией все не так просто Но зато как интересно Построив свой первый музей, вы обнаружите возможность производства нового юнита Какая неожиданность? Археолога! Работает он по принципу исследований из Beyond Earth То есть на несколько ходов располагается на клетке и роет По итогу его работы он может найти какой-нибудь артефакт древности И вот тут происходит, можно сказать, основная магия Дело в том, что игра очень грамотно следит за происходящим на протяжении всей партии А потому и археологические находки получаются не просто рандомными вазами или фресками А вполне себе соответствующими реальными вещами Воевала ли Америка с крайне усиленными в этой части варварами в соседней с вами тундре? Вы найдете американское оружие или броню той эпохи Если же где-то воевала, скажем, Бразилия и Англия Находка будет связана именно с ними Благодаря такой проработке сама механика поиска вещей Начинает веять в какой-то такой детской мании открытий И когда игра может дать тебе подобные эмоции, это нереально круто Такого же взрыва хотелось, наверное, ожидать и от упомянутой ранее системы постройки городов Однако это она подарить не способна Раньше города в цивилизации были этакой бездонной сумочкой Гермиона Грейнджера Вселенной Гарри Поттера Вы могли запихнуть на них все что угодно Все чудеса света и небоскребы пускай и могли отражаться лишь на соседних клетках Но по факту прописаны они были на одном гексе вашей земли В шестой части Фераксис решили срезать на корню эту систему Как когда-то сделали с возможностью поместить все юниты в одну клетку И устраивать желаемым городам соседних стран Ад и Израиль лишь с одного направления Отныне такая участь постигла и ваши мегаполисы Прежде чем строить новые здания того или иного направления Вам необходимо сперва отдать клетку под, можно сказать, тематический район для них Заводы и фабрики будут строиться в промышленном районе Кино и театры в развлекательном, банки в коммерческом, ну и так далее Все вместе эти районы, как и окружение вокруг них, могут давать друг другу дополнительные плюшки Так что просто так натыкать пару колец строений вокруг Москвы, конечно, можно Но выигрыш с этого неосмотрительного подхода будет либо минимальным, либо вовсе уйдет в минус Так как некоторые районы в некоторых областях карты шибко и не нужны Районы призвали вас думать еще больше наперед Основывать город заранее, предвидя, как в нем что можно расположить Возможность все исправить, конечно, потом представляется Однако, что будет лучше, пожертвовать клеткой с плантацией апельсинов ради увеличения числа жителей в мегаполисе Или, например, строительство космодрома Тут еще предстоит подумать Получившаяся система действительно разноображивает планирование расширения вашего государства Назвать ее какой-то сверхпродвинутой и доведенной до ума, пускай и не выходит Но визуальной логике в цивилизацию она определенно привнесла Ну и коли речь зашла о визуализации, конечно же, первым делом на глаза попадается обновленный графический стиль Отошедший от реализма и ударившийся в эдакую мультипликацию До уровня Civilization Revolution осталось далеко Да и дизайн практически всех юнитов, тем более ближе к промышленным и ядерным эрам Остался сопоставим с реальностью И в эти эпохи о новом стилистическом оформлении вспоминаешь только если настает время дипломатических переговоров с лидерами других цивилизаций Вот на них художники раскочегарили свою фантазию по полной Нельзя, конечно, сказать, что раньше лидеры были похожи друг на друга Но в этот раз их точно ни с кем не спутаешь Хм, ваш народ достоин восхищения? Искусство? Наука? Чего еще желать? Игра о движении Клеопатры или наоборот неподвижность предводителя Германии Фридриха Барбароссе Все это смотрится до безумия, мило и даже забавно Ну, это просто до момента, когда в вас термоядерная боеголовка от Ганди полетит Этот засранец тут только с виду такой тихий Новый графический стиль стоит отдать должное, не стал оправданием для урезания графики И на цивилизацию теперь любуешься буквально круглые сутки Позволяет это делать цикл смены дня и ночи Он здесь не сопоставим с проходящим временем Ведь от хода к ходу, напомним, летят целые десятилетия А Фераксис вряд ли заинтересована в пополнении статистики по эпилептическим припадкам Если вдруг игра тене и солнце на реках и городах вашей великой империи вам не понравится Это, конечно, все можно отключить в меню И тогда вы сможете наблюдать то же самое лишь за окном Ведь цивилизация все так же нещадно обходится с вашими свободными часами, днями, ну и так далее Вместе со стилем можно отметить еще и шикарную звуковую проработку Тут цивилизация абсолютно верна себе Музыку хочется просто сразу же забрать куда-нибудь далеко Ведь как минимум заглавная тема России С эволюционирующим от эпохи к эпохе мотивом калинки-малинки просто шикарно Вообще складывается ощущение, что философию саундтрека пересмотрели Ведь теперь вместо постоянно зацикленных пары тематических, пускай и безумно крутых, треков Все меняется в зависимости от вашего прогресса Встретили Индию? Будьте добры слушать и их ост вдобавок к вашему Перешли в индустриальную эру, калинка-малинка пополнится тяжелыми барабанами и трубами вдобавок к балалайке Подобные изменения придают саундтреку небывалую живость и вновь заставляют получать оргазм в ушах параллельно с построением великой империи добра Ну а на этом у нас все, но это у нас, а не у цивилизации Мы рассказали вам лишь о нескольких причинах, за которые можно полюбить шестую часть На самом деле причин куда больше, да и что стоит говорить, когда цивилизация сама есть огромная причина для выражения в ее сторону всех положительных чувств Здесь вы не просто командуете войсками или строите города Вы вершите по-настоящему свою историю И будет ли Индия поддерживать Бразилию в свержении диктатуры Англии? Будет ли Россия отправлять космические корабли в космос, предварительно осветив их перед святыми иконами Ц2H-5OH? А Рим завоюет полмира, исповедуя ислам, все это зависит только от вас Ну а также от вас зависит, поставите ли вы лайк этому видео Поверьте, это нам очень сильно поможет Ну а также, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь Больше классных роликов о лучших играх грядут Увидимся, дорогие друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok